Помнить, что если вы не будете заботиться о себе, чтобы у вас всегда было что-то, хотя бы что-то на дне этой кастрюли, чтобы у вас был ресурс. Невозможно быть достаточно адекватным родителем, потому что сил на это не хватит, как и на все остальное. Вот это самая парадоксальная вещь, о которой я говорю, которая часто сопротивляется. Но первое, нужно позаботиться о себе. Как в самолете с масками. Да, вначале о себе, потом все остальное. Потому что если вам плохо, никому из них не будет хорошо, тем более ребенку. Это первое. Кто умеет о себе заботиться? Есть такие люди здесь? Я стараюсь, я учусь. Да, пару примеров. Что значит заботиться о себе? Заботиться о себе. Конкретно, что делать? Давайте так. Теперь уже на массаж, на тренировки, на ногти, на мальчиках. Поспать. Вот. Идти и сказать, я пошла спать. Я буду отдыхать. И не дай бог, кто-то пробежит громко. Блин, здесь гнев мироздания обрушился во тобой, негодяя. Нет, конечно, не так. Ну, просто поспать, ну и спаться. В туалете посидеть спокойно. Между прочим, вот это предыдущее время, когда люди сидели по квартирам, там было очень много проблем с чем. Одна из частых семейных жалоб была какая. Чего ты так долго сидишь в туалете? Ну, давай, выходи, мы тоже хотим. Знаете почему? Потому что в некоторых семьях это единственное место, где можно было безнаказанно уединиться, чтобы вот эти все там остались за дверью, чтобы я наконец-то один или одна. Да, без всех этих вокруг, рядом, которые все время что-то там хотят. То есть, сон, какое-то личное пространство, которое вы себе даете. Понятно, что когда маленький ребенок, это трудно объяснить, но даже трехлетний ребенок способен, если мы правильно был готовим, он способен понимать, что значит подождать хотя бы 20 минут, а то и 30, а то и 40, потерпеть, заниматься своими делами, пока вы делаете что-то, чтобы не метаться хаотично. Даже грудничок может ждать сколько-то минут, между прочим. Тем более подростки, да? Ну, это многое зависит от правил семьи. То есть, сон, личное пространство.